Здравствуйте, меня зовут Елена Зубаркина, я доцент кафедры журналистики и медиакоммуникации Московского педагогического государственного университета. Преподаю там журналистику и в том числе ораторское искусство, ну и также работаю радиоведущей. Мы представляем курс лекций, посвященных ораторскому искусству, и сегодня мы будем говорить о фобиях, которые мешают публично выступать. На самом деле 90% людей планеты боятся публичных выступлений, и это нормально, потому что это некомфортная среда для человека, когда на него смотрят сотни людей или даже просто десятки. Это те обстоятельства, которые провоцируют страх, которые сбивают, потому что ты не знаешь, чего ожидать от твоей публики. Я все время студентам привожу такой пример. Вот представьте, у каждого из нас практически есть смартфон, и в этом смартфоне, когда мы пишем сообщение, нам предлагают выбрать эмодзи. Какие это эмодзи? Что это за смайлики? Смайлик с какой-то обратной улыбкой, или наоборот смеющийся, плачущий, задумчивый. Актуальный сегодня смайлик с маской, выторщенные глаза и прочее-прочее. Или там девочка, которая делает вот так, какой ужас. И вот эта публика, это разные эмоции. Так зачастую человек, который готовится к публичному выступлению, или заходит в зал, он представляет, что у людей будут вот такие самые-самые разные эмоции, а ты один. Что же тебе делать с ними, чтобы все эти смайлики стали действительно смайликами, чтобы они заулыбались, или просто им было интересно, и они были положительно к тебе настроены. Боязнь публичных выступлений называется голософобией. И эта боязнь чаще всего родом из детства. Ну, допустим, ребенку или подростку в детстве родители запрещали собираться или быть внутри больших компаний, куда-то вместе ходить, не знаю, на дискотеки, в клубы и прочее, прочее, прочее. И он вырастает застенчивым человеком. Это не к тому, что нужно отпускать своего ребенка, да, ни в коем случае мы здесь собрались не для того, чтобы учить. Просто я говорю о причинах, которые могут стать источником этой голософобии. Или это могут быть какие-то случаи из детства. Допустим, ребенок вышел читать стихотворение, он так растерялся, начал очень громко, и класс расхохотался, учительница подскочила, вот, и потом они над ним долго смеялись. У него это осталось в памяти. Другой пример. Также ребенок выходит, пусть даже там читает то же самое стихотворение, или рассказывать какой-то параграф, или, может быть, петь песню, да, и он забыл о том, о чем он должен говорить или читать. И таким образом это тоже может зафиксироваться у него в памяти. Я могу здесь перевести собственный пример. Однажды у нас в музыкальной школе проходил фестиваль итальянской песни, и вместе с помощью аккомпаниатора я должна была спеть песню, как ясно, ярко светит солнце в часть заката. Там всего два куплета. И что со мной случилось? За две минуты до того, как начать петь, я поняла, что я напрочь не помню второй куплет. А песня очень короткая. Я думаю, ну ладно, может быть, первый куплет закончится, и я смогу начать. Этого не произошло, потому что первый куплет завершился, и я поняла, что второй я так и не вспомнила. Вот этого спонтанного воспоминания не случилось, и я просто-напросто спела второй куплет, ну, собственно, повторила первый. Наверное, многие поняли, может быть, нет, но выкрутилась из этой ситуации, потому что остановиться и уйти было бы, наверное, еще хуже. Вот это тоже причина такой гласофобии, потому что потом это очень долго меня преследовало, и я боялась, а если я забуду какую-то речь, а если я забуду какое-то стихотворение, а если там, я не знаю, я забуду песню или еще что-то, да, если я что-то перепутаю, тоже страшно. Страшно, когда дети, не знаю, такое часто бывает, цепляясь за провода, падают на сцене в присутствии всех. Или там также был ко мне, обратился однажды юноша, который в детстве играл в спектакли, и зал, соответственно, замер, да, ну, одноклассники, что они могут делать? Они могут посмеяться. И когда он резко сел, у него на этой тишине очень громко расстегнулась молния на штанах. Все, естественно, заржали, но он уже дальше не смог выходить на сцену, потому что для него это была травма. Вот, казалось бы, такая глупость, да, но, тем не менее, это может стать причиной голософобии. И в таких ситуациях очень сложно это потом побороть. Но побороть можно. Нужно обязательно, во-первых, себя тренировать, и как тренировать, мы об этом поговорим в наших следующих лекциях, которые будут посвящены технике речи. И мы уже об этом говорили в лекции, когда я рассказывала об импровизации. Ну, и что можно сделать? Прежде всего, настроить себя. Каким образом? Когда мы входим в зал, нужно вот эти там две секунды, пока ты идешь к месту своего выступления, прорабатывать такой аутотренинг, что мы все не идеальны. Даже великие люди мира ошибались. Если я ошибусь, ничего страшного, потому что я человек. Я очень рад видеть этих людей, и они тоже очень рады видеть меня. И еще один пункт. Если эти люди пришли, значит, им интересно. А когда человеку интересно, он не пришел для того, чтобы смеяться или спорить. Он пришел меня слушать. Они по-доброму настроены. То есть представлять себе смайлики, именно смайлик от слова «улыбка», что это доброжелательная аудитория. Этот аутотренинг будет работать на пользу. Ну, а дома тренироваться и соблюдать следующие такие правила. Как только вы понимаете, что у вас есть задача выступить, никогда не заучивайте текст наизусть. Почему? Потому что заученная наизусть речь, она лишает человека возможности говорить свободно. И в этой ситуации, если вы звучали условно 20 пунктов, и вдруг забыли третий или пятый пункт, все может покатиться в тар-тар-ары. Но если при этом вы свободны и условно как математик, которому не нужно, может быть, даже знать, как доказывается теорема, потому что он может вывести ее сам. Вот то же самое. Нужно знать предмет разговора, разговаривать, говорить свободно, не заучивать, чтобы в любой момент от третьего пункта перейти к десятому, а потом к пятнадцатому, к двадцатому, не знаю, вернуться к первому. То есть вы не привязаны к этим конкретным правилам, которые будут так мучительно, страх, что вы забудете вас преследовать. Второе. Лучше всего не надевать одежду новую на выступление и одежду, которая, возможно, вызывает какие-то отрицательные воспоминания, негативные воспоминания. Ну, допустим, может быть, в этом костюме было не очень удачное выступление. Почему? Потому что это будет дополнительно сковывать. Это как бы для нас такое определенное гнетущее эмоциональное обстоятельство. Выберите тот костюм, ту одежду, ту сорочку, не знаю, тот пиджак, в который вы уже где-то были, и для вас ваш вот этот образ воспоминаний ассоциируется с чем-то очень теплым, очень приятным, что, там, не знаю, вам говорили, что вы хорошо выглядите, и что вообще день сложился удачно. Это очень психологически влияет, действительно. А почему лучше не надевать новое? Потому что, ну, когда мы вдруг приходим на выступление и понимаем, что, там, мы привыкли жестикулировать, а у нас как-то теснее пиджак, чем обычно, мы будем об этом думать, да? Или теснее брюки, чем обычно. Или, там, не знаю, нам очень высокий воротник мешает. Вот, поэтому об этом тоже стоит помнить. Еще великий педагог Валентина Николаевна Макраусова, педагог по технике речи, которая воспитала множество журналистов, актеров и вообще людей, которым нужно публично говорить, да, очень многие к ней обращались, и в том числе и мой учитель. Она говорила, знаешь, самое лучшее, когда ты тренируешься, как можно побороть свои страхи. Ставь перед собой кружку. И этот действительно прием работает. Его, правда, очень многие используют. Кружку или, может быть, любой другой предмет. Берете речь свою, которую вы прорабатываете, готовите, ставите перед собой кружку и говорите в дно этой кружки, как бы убеждая ее. Кружка не человек. Она не будет агрессивно настроена. Она не будет задавать вам каверзные вопросы. Она будет принимать вашу энергетику, ваши эмоции, но вы будете говорить адресно, вы будете рассказывать конкретно ей, убеждать ее в каких-либо своих аргументах. Вот таким образом. Ну и еще один вариант – это, безусловно, смотреть на себя в зеркало и строить самые разные гримасы этому зеркалу. Для чего? Для того, чтобы смотреть, как и в какой, не знаю, в какой позе, в каком виде вы бываете обычно на публике, как вы себя ведете, как вы выглядите. То есть вы учитесь себя с помощью зеркала принимать таким, какой вы есть. Это очень влияет на вот эту психологическую установку. Я привыкаю к себе, я смотрю на себя, и я принимаю себя вот с этими жестами, я принимаю себя с этими, не знаю, с этими полосами, с этой мимикой, да, и с этим взглядом. И это действительно дальше тебе становится легче. Я, опять же, вспоминаю этого великого педагога Валентина Николаевна Макраусова, которая своим ученикам говорила, и когда я тоже пришла учиться, я говорила, ну я не хочу показывать какие-то там рожицы в зеркале, мне неприятно на себя смотреть. Она говорила, а что, остальные обязаны на тебя смотреть? Да, ну ничего, что мы смотрим. Ну и в завершение мне бы хотелось посоветовать, почитать, посмотреть фильмы, да, о тех людях, которые страдали гласофобией. Ну это, конечно, всем известный фильм «Король говорит», потому что многие люди, которые страдают этим, этой фобией, они действительно боятся, что они будут заикаться. Кто может тянуть гласный у открытого окна, научится произносить речь. Ну это такой, пожалуй, традиционный, такой, да, хрестоматийный пример. И еще я бы посоветовала почитать рассказ Ираклии Андроникова, который называется «Первый раз на эстраде». Там есть очень забавный эпизод, вкратце, да, человека приглашают в филармонию, рассказывать в перерывах между игрой оркестра о каких-то произведениях музыкальных, и он так этого ждет, и вот наступает тот день, и он берет ботинки, которые ему жмут у своего там знакомого. Это вот как раз-таки к тезису о том, что не надевайте новые вещи, потому что вы себя можете чувствовать в них некомфортно. И вот он выходит на сцену, выбирает человека, на которого он смотрит, рассказывает все, что он собирался рассказать, а потом уже выйдя со сцены, обращается к своему там знакомому и говорит, слушай, ну как? Он говорит, ну как, сейчас я тебе расскажу. Ты, значит, засеменил, вышел на сцену, уставился на женщину, намекая на всем, как бы на то, что у вас с ней какая-то там интимная связь. Потом ты начал рассказывать, что великий Танеев родился не в этом году, не в этом году и не в этом году. И так ты дошел там до 74-го года. Потом ты сказал, что вообще он не кастрюли паял. Ну, а в завершении ты сказал, что великое достояние Танеева. И вместо того, чтобы сказать, какая там эта симфония, ты махнул рукой в сторону концертмейстера-виолончелистов и долбанул его по лысине. Так что он просто обалдел, да? Ну, а все подумали, что он и есть то самое великое достояние музыканта Танеева. В общем, закончилось это все, конечно, печально. Но вот если вы боитесь говорить, то это как раз-таки может быть история про вас, что относиться надо с юмором ко всему, да? И вначале он там идет и держит левую ногу, потом поддерживает правую, потому что они у него не гнутся от страха. Вот что страх может сделать с абсолютно нормальным, здоровым человеком. Страх бояться говорить. Поэтому самое главное, это, конечно же, позитивный настрой. Настрой на то, что ваша публика, она будет доброжелательной. Не стоит бояться. Но на этом мы данную лекцию завершаем. Следующая будет посвящена пяти великим речам истории. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok